Как опубликовать свою карту или кампанию в мастерской Left4Dead2 Доброе время суток, друзья! Как всегда, без лишней воды перейдем к делу. Если вы смотрите это видео, то предполагается, что проект карты или кампании уже готов. Осталось лишь правильно оформить и опубликовать его. Для подписчиков на Patreon и Boosty мы оставим архив-шаблон, содержимое которого нужно будет лишь подправить под свои нужды. А сейчас перейдем к рассмотрению структуры аддона. Чтобы проверить работоспособность своей кампании до ее публикации, папка с контентом должна находиться по следующему пути, внутри папки Addons. Но мало иметь просто папку Maps или BSP. Очень важно еще создать каталог Missions и внутри него текстовый файл, который будет выполнять роль конфига для вашей кампании. В нем может быть масса переменных, которые можно найти на сайте WealthWiki. Мы упомянем лишь о некоторых из них. Name. Здесь есть важная заковыра. Название кампании должно состоять из одного слова. Это не полное название аддона, а лишь краткое наименование для отображения вашего сервера у других игроков. Display Title. А вот это уже полное название кампании, которое можно встретить в меню игры. Description. Краткое описание содержания аддона, которое также можно будет прочесть в меню игры. Outro Image. Фоновое изображение, которое будет показано в конце прохождения кампании. Текстура должна находиться в папке Materials VGUE. Допустимый размер кавера 1024 на 512 пикселей. Следуем дальше. Survivor Set. Если поставить единицу, то в кампании будут использованы модели персонажей из первой Left4Dead. Если двойка, то из Left4Dead 2. Блок Poster. Здесь можно и нужно указать плакат кампании, на котором обычно изображены все четыре персонажа. Изображений может быть два, для квадратных и широкоэкранных мониторов. Размер полотна может быть до 4096 пикселей. Ну, пожалуй, осталось самое интересное. Это блок с режимами игр. Здесь, например, можно указать совместное прохождение, внутри которого пишется реальное имя BSP файла. Ниже, как он будет написан в игре. А еще ниже, мини-кавер, который отображается в меню игры. Сам VTF файл должен находиться в папке Materials VGUE Maps, а его размер 256 на 128 пикселей. Собственно, этой информации будет достаточно для начинающих. Более подробно о всех переменных уже прочтете на сайте WealthWiki. Когда файл будет создан, останется только зайти в игру и прописать в консоль один раз Mission Reload, после чего ваш аддон можно запускать через меню игры. Нельзя не сказать о еще двух файлах. Это текстовый аддон-инфо и аддон-имидж-кавер, которые вовсе не обязательны. Но об их существовании сказать нужно. Шаблон также имеется на ValveWiki. Когда вы будете уверены, что аддон готов к публикации, то придется сделать последних два шага. Превратить папку в vpk-архив и опубликовать в мастерской. Как создать vpk? Достаточно открыть папку BIN и перенести на vpk.exe вашу папку с аддоном. Через какое-то время появится новый vpk-файл. Теперь нужно установить и запустить в Steam Aftering Tools для Left 4 Dead 2. Создать новый проект, заполнить данные, которые использовались бы для файла аддон-инфо. И разумеется, выбрать готовый vpk-архив. И никуда не деться без обложки для аддона. Аддон размещен в мастерской. Осталось подписаться и проверить в игре. Все должно работать, если было сделано правильно. На этом все. Благодарим за внимание и до новых встреч с Project S. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok